Здравствуйте, меня вроде слышно. Окей, да, всем привет, меня зовут Вика Князева, я представляю компанию Deutsche Telekom, и сегодня будет немного необычный, наверное, вариант. В общем, такая ситуация, приложение было убито, и у нас будет небольшой детектив, чтобы с помощью мониторинга узнать, кто же его убил. Вот. Ну, расскажу немного о себе. Как я сказала, работаю в компании Deutsche Telekom IT Solutions, на данный момент занимаю несколько ролей, это продуктованер с недавнего времени, бизнес-аналитик и девелопер. Вот. По поводу таких небольших особенностей, в принципе, я работаю только на проектах, которые начинаются с нуля, вот, и сейчас у меня идет 4 проекта параллельно. Вот. Ну, это, в общем-то, все, наверное. Вот. Пойдем дальше. Зададимся основными вопросами из русской литературы, за исключением одного-единственного. Это «что же случилось?». Это будет самый первый вопрос, который встанет перед нами потом. Кто виноват? Что, собственно, делать? Соответственно, кто убил наше приложение? Вот. Небольшой глоссарий, собственно, я думаю, что большинство из понятий известны, но, в принципе, чтобы напомнить. Забыла предупредить, презентать на английском языке, но я думаю, что основных проблем с переводом там не будет. Если что, совершенно спокойно спрашивайте. Пойдем дальше. Итак, почему же тема мониторинга вдруг возникла? Почему есть смысл смотреть или почитать этот детектив? А первое – это начнем с самого общего, чтобы понять в общем и целом, что такое мониторинг, что это за звери, с кем его там едят, каким образом с ним можно, в принципе, обращаться. Насколько из моей практики я видела, мониторинг для бизнес-аналитиков не совсем удобная тема, как правило, когда, во всяком случае, это мой опыт, я видела рефайнменты, когда начинались, разработка начинала говорить о чем-то о своем там, о мониторинге, о лертинге, сидели аналитики, смотрели на это, кивали умно головой, и на этом все, и боялись что-либо даже спросить, просто потому что они не были как-то вовлечены в тему внутрь. Потом это тема инофаров. На самом деле, опять же, довольно узкое место. Здесь я хотела бы посмотреть, почему инофары и мониторинг в принципе как-то связаны темой, почему их есть смысл рассматривать вместе, и что с ними можно сделать, когда именно угол обзора идет сразу же на инофары и на мониторинг. И, наконец, посмотреть на то, какие возможности мониторинг готов дать. На самом деле, чтобы посмотреть, что он в принципе из себя такое представляет, и что можно с ним сделать, как с ним можно поиграть. По агенде на сегодня. Первое, совершим такой небольшой прыжок в теорию, потому что, ну, не знаю, может быть, все, конечно, уже знают тему мониторинга, и всем все понятно, но все равно я немного позанудничаю. Потом посмотрим, что же случилось, что с этим делать, собственно говоря, и после этого уже окончание истории, и заодно развязка, кто же убился. Если смотреть совсем, подходить так сухо к определению, то мониторинг приложения – это процесс сбора данных, логирования, отслеживания метрик на основах вилогов. Это если вот совсем по учебнику формально, по факту можно сказать, что мониторинг – это отслеживание жизни приложения, его прошлого, его настоящего. Это совсем простыми словами. На основе чего можно, в принципе, это все отслеживать, что происходит с приложением, чем оно там занято, условно говоря, это, естественно, логи. Как правило, опять же, это немного по поводу моего бэкраунда. В большинстве случаев я сталкивалась с восприятием мониторинга как чисто такой темы девелоперов, куда аналитики, бизнес, тем более, вообще не лез ни в коем образе. Что дает мониторинг разработчикам? Это, как правило, отследить доступность приложения, там постучаться условно каждые 15 секунд и проверить, что приложение поднятое. Посмотреть, что происходит с ресурсами, посмотреть на CPU, например, сколько мы использовали, сколько у нас базы доступно и так далее. Изменения в производительности приложения, но, собственно, даже при нагрузочном тестировании, опять же, можно отслеживать, что у нас происходит. И еще одна тема – это поиск багов. Но для разработки особенно релевантно. Если со всем это все обобщить, то можно сказать, что мониторинг отслеживает все, что может каким-то образом повлиять на восприятие конечным пользователям самого приложения. Если посмотреть немного под другим углом, не занудничая, как иногда разработчики, а посмотреть с точки зрения бизнеса и бизнес-аналитика, то можно сказать, что для бизнеса мониторинг может дать очень крутую опцию, когда бизнес хочет сам отслеживать что-то в приложении. Один из самых таких примеров, который встречался на моей практике, это когда бизнес пришел к нам как к команде разработки и сказал, господа, мы хотим отслеживать, например, сколько у нас напротив ордеров прошло в статусе success. Ну, соответственно, это ордера, которые прошли, условно, все этапы валидации, это потенциально то, что клиент покупает. Потом еще был такой кейс, мы разрабатывали приложение шоппинг-карты, это стандартный e-commerce процесс, представляем, и мы проходим, собираем все товары в корзину. На этапе шоппинг-карта у нас была запущена валидация. Потенциально то, что провалидировано в шоппинг-карте, это то, что уйдет в последующем на заказ и принесет деньги самому телекому. У нас бизнес сказал, мы хотим это отслеживать и хотим понимать причины, почему какой-то кейс у нас провалился. Например, у нас валидация не прошла из-за того, что, скажем, бэкэнд ответил, что конкретная комбинация продукта и тарифа, она невалидна и так далее. В общем-то, это один вариант, почему бизнес хочет быть в курсе мониторинга и почему это можно предлагать. Второй вариант – это бизнес-аналитик. Ну, наиболее интересная нам тема. И это как раз связка с NFR-ами. Это то, каким образом реально можно отслеживать данные по самому приложению, что с ним происходит. Конкретно вот из моего опыта, я помню, что ко мне пришли изначально по поводу разработки нового приложения. И мы изначально собирали данные о NFR-ах. Плюс эта тема очень популярна с точки зрения Safe or Scale the Jail Framework. Он прям очень сильно популяризирует это. Но бизнес-аналитик, зная NFR-ы, может отслеживать, что происходит на конкретный момент с приложением. Количество реквестов, например, то есть сколько у нас запросов прошло к приложению, насколько это соответствует тому, что мы ожидали от бизнеса, как скоро у нас это все обрабатывается и так далее и тому подобное. Плюс, плюс-минус аналитик может в таком случае понимать, какую нагрузку еще приложение может потянуть. Условно, если мы видим прирост трафика на 50%, мы видим, что реквесты проходят очень медленно, то в таком случае мы можем дать бизнесу знать, что перенаправлять трафик на конкретное приложение больше не надо. Нам нужно поднять дополнительные мощности под ним заранее. И плюс, когда бизнес будет приходить к нам по поводу дальнейших требований, опять же мы можем заранее ему сказать о том, сколько потенциально приложение готово потянуть. Совсем позанудничаю. Типы мониторинга, которые бывают, это нетворк, ну то есть мониторинг сети и мониторинг приложения. Если говорить про мониторинг сети, то тут все предельно просто, это когда к приложению нельзя постучаться. Как правило, это 500 ошибок сыпется. Если мы говорим про мониторинг приложения, то здесь, в кейс, мы до приложения достучались, но что-то пошло не так, приложение работает некорректно. Вот, собственно, и та тема, о которой я в основном буду говорить, это аппликейшн мониторинг. Когда это можно использовать? На самом деле, это так, общее понимание картины мира и больше всего связанное с моим опытом. Это не теория уже. Первое, это когда у нас приложение должно быть доступно 24 на 7. Ну, собственно, достаточно логично, что хотя бы мы хотим знать, что оно доступно. Второй момент, когда у нас расходы на мониторинг, они ниже, чем расходы на то, что приложение недоступно по какой-то причине, это чисто такой теоретический кейс, который я смогла себе представить. Если честно, я не могу представить реально, что у человека, часы разработчика на то, чтобы сконфигурить правильно мониторинг, могут быть гораздо выше, чем то, что приложение находится в даунтайме. Но, тем не менее. Критически важные приложения, не знаю, аппараты жизнеобеспечения человека. Здесь, в принципе, понятно, что мониторинг нужен. И preventing cases, которые я выделила отдельно, это так называемая система предупреждения. Все мы знаем, когда у нас в телефоне заканчивается память. И что это довольно неприятно, потому что потом нужно что-нибудь срочно сохранить, но никак. Вот в данном случае мониторинг нас предупредит заранее и просто скажет о том, что, господа, в базе заканчивается место. Если совсем занудствовать, то мониторинг в связке с алертингом, естественно, об этом сообщит. И, наконец, как это использовать? С точки зрения теории, здесь существует два пограничных бокса. Это white и black box. White box – это в основном про то, что касается бизнеса. Например, selling metrics, которые я имела в виду в самом начале, что там, например, не знаю, сколько у нас заказов обработано, и все с ними хорошо. Black box – это для разработки самый стандартный кейс, когда разработчики начинают отслеживать, какое количество подов у нас поднято, CPU, как расходуется, в каком статусе находятся базы и так далее и тому подобное. Серая зона – это как раз я выделила для бизнес-аналитика. Это то, что будет собирать у нас метрики по отношению к приложению. И, например, у нас, кстати, я забыла рассказать про один интересный кейс. У нас бизнес пришел и сказала, докажите нам, что ваше приложение реально приносит деньги. И нам нужно было придумать, каким образом можно сконфигурить метрики, чтобы отслеживать, чтобы доказать, да, действительно, мы работаем не просто так, это приложение приносит реальные деньги. В таком случае мы делали небольшое допущение, у нас было party management system, мы сохраняли информацию о том, какие у нас пришли кастомеры и какое время мы храним их данные. Потенциально это были данные для обзвона. И, собственно, мы сказали, что то количество людей, которые обзвонили, потенциально пришли, это, собственно, профит нашего приложения. Ну, это мы будем откровенны, достаточно грубо. В нашей команде мы занимаемся только бэкэндом. У нас есть связка стандартная, которую мы используем. Это графана для алертов и дашбордов и прометию с метрики коллектора. Если говорить про архитектуру, то здесь, в принципе, достаточно наглядно, я надеюсь. У нас есть сервисы, базы, в общем, все, что мы используем. У нас Prometheus собирает информацию по ним. Это есть стандартный инфоинт самого Prometheus, когда он ходит и, как я говорила, каждый 15 секунд долбит приложение и спрашивает, доступно оно или нет. Либо у нас какие-то там дополнительные метрики, которые уже на Spring актуаторе доступны, стучатся, Prometheus, опять же, стандартные инфоинты актуатора, забирает информацию. Дополнительно, естественно, когда вот как это бизнес-метрики, которые я имела в виду раньше, это уже прописывается отдельно. Это нестандартный набор шаблонов. Все это сохраняется в базу и после этого на основе этого графа она уже строит там красивые чарты, дешборды и прочее, прочее, все, чтобы это отслеживать. Потом, если кому-то будет интересно, в конце покажу, как у нас, во всяком случае, это выглядит с точки зрения визуализации. И возвращаясь к теме инофаров, здесь как раз я собрала свой чек-лист, по которому я обычно прохожусь с бизнесом, прежде чем собирать инофары. Собственно, сразу же предусхищаю вопрос по поводу самого перформанса. Это немного попозже. Это следующий слайд, просто чтобы ни у кого не возникло заранее сомнений. Собственно, что здесь можно посмотреть? Первое, насчет чего я общаюсь, как правило, это security. Откровенно говоря, бизнес, да, он волнуется, чтобы мы соблюдали требования безопасности. Релевантные для мониторинга? Ну, обычно нет, если честно. Для бизнеса, ну, так, будем откровенны, бизнес-аналитики гораздо больше по этому поводу волнуются и проверяют, что данные действительно хранятся как надо. Но, пусть мы это дальше пойдем, потому что не тема мониторинга. Это capacity. Вот здесь как раз можно сказать, что это релевантно для мониторинга, потому что мы можем посмотреть, сколько у нас памяти в in-memory сейчас, сколько мы расходуем, сколько у нас памяти в базе, сколько у нас доступно. Это довольно стандартные метрики, которые делаются, но их надо сделать. Как правило, с бизнесом, во всяком случае, то, что я сталкивалась с бизнесом, это довольно неинтересно. Он просто говорит, мне надо, чтобы это хранилось. А как? Это уже вопрос команды разработки. Касательно совместимости программного обеспечения, compatibility здесь как раз, для мониторинга не особо релевантно на самом деле. Я привела это для того, чтобы иметь, так сказать, консистентный лист, чтобы по нему можно было, в принципе, проходиться. Это самое простое, что можно сказать, что приходит бизнес и говорит, а мне нужно, чтобы это было доступно и на iOS, и на Android. Далее, по поводу доступности. Например, приложение доступно 24 на 7. Релевантно для мониторинга? Да, абсолютно. Кстати, это как раз стандартная метрика Прометея, которую он дает. Для бизнеса, да, это релевантно, обограничиваемся хотя бы пониманием, что да, это всегда должно быть доступное приложение для ритейла, например. Или когда у нас бизнес плюс-минус говорит, ну, в ночное время нам не особо это релевантно, на самом деле у нас там бизнес-клиенты. Вот. Потом по поводу масштабирования, у нас был в практике достаточно интересный кейс, когда мы одно приложение заменяли другим и переводили постепенно трафик. Вот в таком случае мы как раз-таки с помощью мониторинга отслеживали, сколько нагрузки у нас уже пришлось, сколько ресурсов мы использовали, насколько мы можем еще перенаправлять вот этот трафик, либо нам нужно уже поднимать что-то дополнительно. Здесь можно сказать, что то, что можно там отслеживать в плане мониторинга, например, сколько у нас подов доступно. Так. И как раз по поводу перформанса, наверное, самое такое слабое место бизнеса, во всяком случае то, что я встречала. Когда плюс-минус вы выделяли несколько зон, красная наиболее критичная, зеленая — это когда мы должны там находиться всегда в идеале. В зеленой зоне должно находиться, конечно, 24 тысячи реквестов в час. В минимальном варианте мы ожидали ноль. Касательно респонс тайма, здесь возникает вопрос о том, насколько бизнес уверен в этих числах, потому что, насколько я видела в своей практике, на самом деле бизнес не видит особой разницы между одной секунды и 500 миллисекунд. Ну, просто потому что это не особо ощущается. Но в то же время для разработки бывает очень критично вот эти вот миллисекунды, поднимать дополнительную мощность, платить за дополнительные ресурсы. Поэтому с бизнесом нужно быть очень аккуратным в этом моменте, потому что всегда бизнес говорит минимальные числа здесь. Рекавери тайм, ну, собственно, у нас стандартный. Это 20 минут для приложений 24 на 7. Вот. И по поводу ВАЗы, ну, как правило, бизнес приходит вот так вот, чешет нам в голове и говорит, ну, нам надо, чтобы всегда было. Конкретных данных, как правило, нет. Ну, я очень удивлюсь, если встреча такое. Вот. Ну, заканчиваясь теорией уже, что у нас, собственно, случилось? Основной вопрос. Первый, у нас мы смотрим, у нас приложение ведется как капризный ребенок. Иногда у меня такое отношение, на самом деле, к приложению, поэтому не рассматривайте очень лично. Вот. Мы смотрим, что приложение бывает очень медленным, оно отвечает как-то нестандартно. А потом мы смотрим, что периодически оно в принципе недоступно. А потом мы наблюдаем картину, как так там приходят разгневанные клиенты, говорят, ребят, у нас с NFR, которые я давала, вообще непонятно где. Расходы у меня что-то как-то высоковаты. И вообще, сделайте что-нибудь с этим. Что можно сделать? Это не золотое какое-то правило. Первое, это то, что можно попытаться понять, что происходит с приложением. Первое, что бы я сделала, это поставить дешборды на то, чтобы обслеживать, что у нас происходит с приложением. То есть по перформансу посмотреть количество реквестов, насколько они медленно проходят, какие пиковые часы. Далее поставить алерты на это все. Например, если мы увидели, что у нас идет слишком высокий трафик, мы видим, что с приложением становится очень грустно в такие моменты, то это первый алерт для нас, для того, чтобы посмотреть, может быть, нам, например, в InMemory мы, скажем, слишком много храним, и нам нужно дополнительно это добавить. Может быть, в базу слишком долго сохраняется, можно посмотреть, опять же, каким образом у нас сохранение даже в коде происходит. Может быть, там с точки зрения код не очень чистый, можно его подчистить, это все можно оптимизировать. И самое последнее, как говорится, last-noted list, это у нас недоступность приложения. На это алерты всегда должны быть. Если приложение не работает, об этом команда должна знать. Исходя из того, что я видела, и каким образом я обычно прописываю стари хотя бы, когда мы смотрим на приложение, и когда я прописываю разработки, что я ожидаю в рамках мониторинга, первое, на что я смотрю, есть ли у нас connection какие-то к бэкэндам. Если мы обращаемся где-то, коммуницируем с бэкэндом, первое, на что нужно поставить мониторинг, это на то, что этот бэкэнд доступен как минимум, что у нас приложение, которое валится условно из-за того, что не работает бэкэнд, мы об этом знаем. Как минимум, мы можем проинформировать бэкэнд в таком случае, что у него что-то пошло не так. Почему здесь прописано, что статус, это больше к бизнесу относится. У нас было такое, что при валидации совместимости продуктов она падала. Мы ожидали изначально, что все продукты, которые мы получаем, они как предпосылка, они совместимы. По какой-то причине, значит, бизнес поменял конфигурацию. Здесь мы поставили дополнительные алерты на то, что у нас приходил статус, мы знали, из-за чего приложение отвечало не совсем, как мы ожидали, что статус был изменен бизнесом. Потом мониторинг базы. Ну, собственно, здесь, наверное, это очевидно, что если есть база, ее надо мониторить. И, в принципе, это application state, то есть доступность приложения. На какие окружения, как правило, ставится мониторинг, во всяком случае, это наша команда. Просто это всегда must have. Pro должен быть промониторинг. Когда мы говорим про integration окружения, у нас их порядка четырех сейчас. В таком случае мы смотрим на их критичность. Например, у нас есть так называемый pre-prot, мы его называем иногда test table. В таком случае у нас фактически все основные консюмеры, они подключаются на test table для интеграционного тестирования. Вот на такие окружения мы ставим тот же самый мониторинг, что и на production для того, чтобы у нас было зеркало production навсегда. На тестовое окружение не уверена, что это хорошая мысль. Ну, хорошо, вы будете получать алерты после каждой накатки, например, когда что-то пошло не так. Собственно, это нормально, что после… Ну, не совсем нормально, что что-то пошло не так, но на тестовом окружении это не так страшно. Вот. На DEF, да, я не уверена, что это хорошая идея. Мы, во всяком случае, никогда не ставим на DEF окружение какие-то мониторинги, алертинги, просто потому что это не имеет смысла. При диплое очередной старии там, условно говоря, все это смержали, получился конфликт, перестало работать, ну, зачем получать тысячу сообщений о том, что это не работает. Вот. Идя немного дальше, у нас получается такая ситуация, что приложение кричит, помогите, я недоступна. В такие моменты можно подумать о том, какие вообще возможные варианты, почему это так может быть. Собственно говоря, то, что у нас встречалось один раз, это было так, что база была переполнена. Поэтому я и говорю, что мониторинг как бы имеет здесь смысл. Поды были недоступны, хотя бы мы об этом знали, мы знали, что можно посмотреть, что-то происходит в инфраструктуре, сходить в тот же самый OpenShift, проверить, что там происходит, может, там какие-то ошибки есть. Вот. Потом, как я говорила, мы вот перенаправляли трафик, в какой-то момент этот трафик как раз убил приложение. И вот это как раз для нас было индикатором. Мы знали четко, из-за чего это произошло. Есть салюшины для этого можно предложить. У нас в команде всегда есть инцидент, как это по-русски-то, то, как разбираться, процедуры, как разбираться с инцидентами. У нас консюмеры всегда в курсе, на какую борду нужно там создать тикеты, каким образом проинформировать команду, команда всегда в курсе, что с этим делать. Хотя бы процесс. И этот процесс лучше выстроить. Потом Operations, ну, это команда, когда ее себе, конечно, можно позволить. То есть люди, которые сидят и все это мониторят 24 на 7, это лучше иметь, но когда это можно себе позволить. И алерты, на самом деле, это то, что очень сильно помогает. Хотя бы вы в курсе, что что-то пошло не так. Ну, это уже посмеяться больше. У нас не так давно случилось вот такое вот счастье, когда мы стали продумывать архитектуру, и, честно говоря, мы с аналитиками забыли изначально подумать о том, что у нас с NFR-ами. Это, говоря о важности этого занятия. Мы с разработчиками, у нас плюс-минус, но есть стандартная конфигурация приложений, мы исходим из довольно высоких критериев. И когда мы пообщались потом уже с бизнесом, слава богу, мы смогли это все поменять, потому что мы ожидали огромной нагрузки, а потом оказалось, что у нас бизнес пришел и сказал, вы знаете, мы ожидаем 50 реквестов в неделю. Для нас это было довольно трагично. Вот. Но, собственно говоря, это нам помогло как минимум снизить расходы на это приложение. И вот это вот Angry Bird к нам тоже не прилетело, когда клиент приходит и говорит, там, мне денег нету, а почему вы сделали так дорого? И здесь как раз стоит сказать о том, что когда у нас слишком высокие расходы на приложение, даже если функциональность, она сделана идеально. Оно все работает с дизайн, и у нас мы исходили из очень высоких NFR-ов, мы сделали идеальную инфраструктуру, но потом клиент приходит, и он очень злой почему-то. Он говорит, что платить за Amazon, например, стало слишком дорого. Вот. Но гораздо хуже ситуация, это ровно наоборот. Когда мы об этом не подумали, у нас приложение тормозит, и, собственно, возвращаясь к предыдущим примерам. И, переходя уже ближе к развязке, что у нас случилось? У нас приложение реально как обрезанный ребенок, с которым очень сложно обращаться, и это не очень радует клиента. Кто убил приложение, это и команда, которая не подумала о том, чтобы изначально потыркать бизнес-аналитика, спросить про NFR-ы. Это и бизнес, который решил, ну ладно, так понятно. И бизнес-аналитик, который не подумал про NFR-ы в первую очередь. Вот. Что делать? Как минимум отследить. Понятно, это не будет решением проблемы, но хотя бы понять, что происходит. Ну и совсем завершая это все. Не буду идти совсем по слайду. В принципе, мониторинг – это очень классная штука для того, чтобы посмотреть, что происходит с приложением, опять же. То, что все это я повторяла на протяжении всего доклада. Чтобы предотвратить возможные даунтаймы, посмотреть, что с конфигурацией. Если приложение недоступно, мы будем всегда проинформировали. И это уже очень большое преимущество в глазах самого клиента, что мы работаем проактивно. Почему NFR-ы ко всему этому релевантны? Потому что, как минимум, NFR-ы являются источниками метрик. Мы можем посмотреть, что у нас попросил бизнес, и сравнить это с тем, что у нас на мониторинге. Если мы видим, что реально мы проседаем по перформансу, мы можем каким-то образом поднять дополнительные мощности. Естественно, если на уровне дизайна архитектуры был предусмотрен другой workflow, просто исходя из других требований, то здесь что-то придумать будет довольно тяжело. Но хотя бы как временный solution это можно сделать, хотя это будет дорого. Мониторинг для бизнес-аналитика – это такая штука для того, чтобы быть в курсе, насколько приложение хорошо работает и насколько мы удовлетворяем клиента заранее. Спасибо. Спасибо. Вопрос из онлайна. Подскажите, пожалуйста, кто у вас в проектах выбирает бизнес-метрики, которые необходимо реализовать в проекте? Ну, здесь зависит от того, бизнес-метрики касаются инофаров самим. Если честно, то я. Если бизнес-метрики, который сам бизнес, как правило, сам бизнес приходит и говорит, а я вот хочу знать, что условно говоря у нас не работает, ну потому что вот. Здравствуйте, Олеся Магнит. Сначала вопрос от блондинки, что такое инофар? Я весь доклад не понимаю. Non-functional requirements, нефункциональные требования. Все, спасибо. И второй. Как у вас, вот, вы реализовываете информирование? Это звонок на телефон, смс, письмо. И кого вы информируете? Вся команда или какой-то ответственный, он будет всех ночью? Три линии поддержки. Первая линия поддержки – это оперейшены, доступны 24 на 7, им присылается алерт. Это, как правило, сообщение. Ну, вот что-то типа того. Вот это вот части, которые вот здесь вот с зелененьким. У нас есть оперейшен-мэньюал, где всегда расписано, что это значит. Нет, у него письмо приходит. Письмо на почту. Вторая линия поддержки – если оперейшены поняли, что что-то пошло не так, у них есть четкие инструкции, когда понимать, что что-то пошло не так, и это критично. Они информируют команду. Команда доступна, естественно, не 24 на 7, но у нас есть всегда тикет на так называемый on-duty handling, то есть это человек, который, в принципе, согласен тем, что ему ночью позвонят и скажут, что что-то пошло не так. Он в курсе, что делать. Третья линия поддержки – это сама команда, когда это несрочные вопросы. Команда в режиме своего 8-часового рабочего дня. Если это прод, естественно, это берется в первый приоритет. Команда разбирается с этими тикетами уже в рабочее время. Здравствуйте, спасибо за доклад. Очень интересно. Меня зовут Анна. У меня есть парочка вопросов. Вы сказали, что когда нужны бизнес-метрики от месяца, бизнес приходит и говорит, ребята, почитайте, покажите. Из этого возникают у меня два вопроса. Первое. Как вы понимаете, что те метрики, которые вы посчитали, они соответствуют действительности? Как в примере с… Покажите нам, что ваше приложение приносит деньги. И второй вопрос. Если вы поняли, как вы это доносите до бизнеса? Простите, я не очень хорошо слышала, но в любом случае постараюсь ответить на то, что услышала. Если что, я могу повторить. Кратко. Да, можно, пожалуйста. Бизнес пришел, сказал, посчитайте мне какую-то метрику. Метрика нетривиальная, бизнес-метрика. Вы такие сели, посчитали, предположим. Первое. Как вы определяете, что метрика соответствует действительности? Второе. Как вы бизнесу это показываете, доказываете им, что ваша метрика правильная? Ну, собственно, доказывать нас не особо просят. Это первое. Второе. Как правило, у нас это достаточно, скажем так, чистые показатели. Когда у нас, например, вот шоппинг-карта, опять же, пример, который я приводила, у нас есть, господи, статус валидации на бэкэнд. Вот, собственно говоря, вот это вот в зелененьком, то, что показано, мы ожидаем статус, условно говоря, один, а приходит ноль. Когда пришел статус ноль, мы знаем, что валидация по фейле, валидация не прошла успешно из-за того, что бэкэнд ответил не так, как мы ожидали. В таком случае мы идем к бизнесу, собираем количество вот таких вот кейсов, которые встретились, ну, у нас автоматически это считается. Мы приходим к бизнесу и говорим, господа, вот, пожалуйста. Здесь бэкэнд ответил не так, как мы ожидали. Это некорректная конфигурация на стороне бизнеса. Дальше доказывать уже не имеет смысла. Да, еще один короткий вопрос, на интерес. Занимались ли вы когда-то такими вещами, то, что вы, проанализировав поведение системы до, можете предсказывать, как она себя условно поведет через какое-то количество времени и уже на основании этого делать какие-то действия. Если да, поделитесь кейсами. У нас шло перенаправление трафика, у нас новое приложение, как раз мы его запускаем сейчас. У нас, получается, мы отслеживали конкретно, я смотрела по количеству запросов, которые мы получали, плюс я посмотрела, насколько быстро у нас мы его обрабатывали в среднее время ответа, посмотрела, сколько у нас ресурсов это занимало. То есть, в принципе, мониторинг у нас стоит на in-memory, например, на подсам, и плюс мы просматриваем в базу, насколько быстро мы это сохраняем. Основываясь на этих метриках, я смотрела на то, что у нас на данный момент мы удовлетворяем тем условиям, которые изначально нам дали. В дальнейшем мы собираемся это все уже масштабировать, просто потому, что мы ожидаем прирост трафика. Михаил, компания Natech. Виктория, спасибо за доклад. На первых слайдах вы показывали, что у вас в компании используются инструменты Grafana и Prometheus. Я хотел бы спросить, почему были выбраны эти инструменты и какое их преимущество, к примеру, от инструментов Splunk, Zabex, либо Nages, тот же самый, более традиционные инструменты. Спасибо. Здесь, на самом деле, ответ очень простой будет. У нас довольно сложная структура в телекоме, но у нас есть System Tema. System Tema — это те, кто нам помогает разбираться, например, с DevOps-темами, потому как не все разработчики в этом сильные. И System Tema у нас больше всего работала с Prometheus, мы Grafana, и поэтому именно мы выбрали плюс Prometheus. С точки зрения визуализации, он чуть-чуть похуже, чем Grafana. Grafana приятнее просто выглядит и удобнее это смотреть. Поэтому такой выбор. Антон, компания Ozone. Я хотел узнать, пробовали ли вы проводить исследование влияния Performance Metric на бизнес-метрики, например, на конверсию? Ну или, может быть, можете предположить, как это сделать? Спасибо. Если честно, то не очень, просто потому что у нас таких задач не было особо. На конверсию имеется в виду, что, например, с одного приложения переходит на другое? Скорее нет. Я больше про… Ну, как вы сказали, вы же работали с e-commerce проектами, да, соответственно, например, на конверсию добавления товара в корзину. А, да, я поняла. Собственно говоря, нет, мы не просматривали такого, но если так, то можно предположить, что если у нас, в принципе, мы можем отследить даже с кастомными метриками, сколько у нас товаров в корзине, добавление отдельного, можно отследить, через какое время проходит этот реквест. То есть, например, клиент постучался, добавил продукт, сколько у нас шел этот реквест, сколько он валидировался на бэкэнде, и посмотреть response time на это все. Если мы посмотрим, что у нас response time на это все хромает, например, что у нас валидация слишком долго проходила по сравнению с тем начальным выбором, который был сделан, то как бы вот, пожалуйста. Ну, то самое очевидное, что приходит. Здравствуйте, спасибо за доклад. Федорова Екатерина из Лиги цифровой экономики. Хотела спросить, как вы подбираете цифры для первоначального мониторинга? Потому что часто приходят, например, с новым сервисом и говорят, вот мы будем запрашивать у вас там, не знаю, сделки, которые в вашей системе хранятся, и у себя будем что-то по ним там считать. И тебе нужно посчитать сферического коня в вакууме, потому что никто тебе не скажет, сколько сделок они собираются там в час, в день, в неделю запрашивать. Здесь скорее такой ответ исторический. Вот, собственно, где тут был слайд? Вот, вот, вот это вот, вот эта вот колонка, где 12 тысяч и так далее, это стандартно. Это стандартно то, что сложилось у нас. И, собственно, мы наблюдали за этим, смотрели, что происходит, и на основе этого мы заложили это как стандартный набор тех NFR, которые как бы мы ожидаем в общем и целом. Плюс-минус, да. Ну, в зависимости, естественно, от проекта, но, в общем-то, да. Спасибо. У нас просто интеграционная команда и много разных сервисов, соответственно, по одному может быть 100 запросов в час, а по другому 10 тысяч. У нас зависит от клиента. То есть у нас есть либо B2C, либо B2B, на каждом плюс-минус это стандартно, поэтому так сложилось. Спасибо. Это был последний вопрос. Так, за лучшие вопросы давайте дадим футболку. Так, мне, честно говоря, понравился вопрос от девушки по бизнес-метрикам. Вот. И еще у нас тут от компании небольшие подарки. Вот. Тоже передать кружке можно попросить. А девушка в пиджаке? Мне понравился вопрос по поводу выбора тулов. Вот про конверсию. Кстати, надо будет подумать на эту тему. И, наверное, вы девушка спрашивала про инопары сами. Вот, молодой человек в поломберн. Спасибо.